В Сочи проходят командно-штабные учения. Удается ли городским службам оперативно реагировать на ЧП, обсудили в мэрии. В Сочи прибыли туроператоры из Испании, Панамы, Коста-Рики. Кого они намерены пригласить на курорт? В Сочи современные технологии помогают ловить должников прямо на дороге. Закуплен умный помощник дорожный пристав. Спортсмены сочинского «Динамо» опять на высоте. Кристина Корикян стала обладательницей Кубка России по самбо. Дорогу Тимрюк-Хутор-Белый до конца декабря передадут в федеральную собственность. Обустройство подъездных путей к Керченскому мосту стало одной из важных тем. На совещании у полпреда президента страны в Южном федеральном округе Владимира Устинова. Глава Краснодарского края Венимин Кондратьев рассказал, что основная магистраль, которая ведет к полуострову, пока еще остается двухполосной. Как было решено ранее, ее передают в федеральную собственность. Сегодня губернатор Кубани обратился к полномочному представителю президента с просьбой ускорить процесс проектирования дороги. Трассу необходимо расширить, чтобы избежать больших заторов после окончания строительства Керченского моста. Сегодня важно, чтобы подъездные пути к Керченскому мосту на самом деле были дорогами в высоких категориях. А сегодня мы имеем двухполосную дорогу, которая, к сожалению, таковой продолжает оставаться. Кроме того, помимо того, что она двухполосная в определенных участках и достаточно протяженных, там еще 17 раз ее пересекает железнодорожное полотно. То есть 17 путей железнодорожных нужно будет пересечь. Поэтому, конечно, нужно будет строить пути-проводы, потому что в противном случае вот 17 раз поток будет останавливаться, если будет проходить поезд. То есть задача комплексная. Ну хотя бы можно ли запараллелить сегодня действия по проектированию и как самой дороги, так и сесть на этих путепроводах. Пока дороги нет в федеральной собственности, мы не можем планировать ее проектирование. Поэтому давайте дождемся ее предстоящее. Вы же понимаете, что это государственный вопрос. В следующем году у нас там будет пробка всероссийская. Из-за того, что вот вы говорите, когда нам передадут, тогда мы начнем проектировать. Что за разговор? Ведь мы же должны опережать это дело. Нет денег, давайте решать вопрос. Я с вами совершенно не согласен и поддерживаю губернатора. Кроме того, Вениамин Кондразев поднял вопрос строительства дальнего обхода Краснодара. В реализации этого проекта также необходима поддержка федеральных властей. Проголосовали и утвердили. Сегодня во втором чтении депутаты ЗСК приняли главный финансовый документ региона на будущий год и последующие два. Консолидированный бюджет региона в 2018 составит не менее 250 миллиардов рублей. Основные расходы Вениамин Кондратьев прокомментировал журналистам. Как и в прежние годы, бюджет останется социально ориентированным, отметил губернатор. Более 70% пойдут на повышение заработных плат работникам бюджетной сферы, индексацию социальных выплат. Значительная поддержка будет оказана АПК, края и Фонду развития промышленности. Мы сегодня говорим о том, что промышленность должна стать одним из основных драйверов экономики региона. Но чтобы получить дивиденды, надо сначала в эту сферу вложиться. Также сегодня во время принятия бюджета были распределены дополнительные средства федеральной поддержки. Они увеличились. И теперь составляют более 30 миллиардов рублей. В частности, 2 миллиарда будет направлено на организацию водоотведения для строительства глубоководного выпуска в Геленджике. Миллион туристов. Такой поток отдыхающих зимой готовится принять на горнолыжных курортах Сочи. О том, как обеспечить их безопасность, говорили на заседании Краевого оперативного штаба. Его провел губернатор Вениамин Кондратьев. На усиленный режим работы в новогодние праздники переходят не только в Олимпийской столице, но и по всей Кубани. Как и кто будет охранять отдых, знают наши краснодарские коллеги. Присутствующие сегодня на заседании оперативного штаба привыкли, что в Новый год работы становится больше. Полицейские, спасатели, медики – все переходят на усиленное несение службы. Охранять порядок на Кубани в зимние праздники будут 13 тысяч человек. Мы очень быстро ликвидируем любые чрезвычайные ситуации. Но это намного важнее и намного лучше их предупреждать. Вот в чем ситуация. Поэтому мы сегодня и собрались здесь, чтобы посмотреть на прошлые ошибки и не допустить их в нынешнем году. Работать на предупреждение. Вот это, коллеги, этот же принцип прошлого года мы должны положить и в основу принципа слаженной работы и в этом году. Под бдительным присмотром окажется и Сочи. По прогнозам, на горнолыжных курортах Красной Поляны отдохнут не меньше миллиона туристов. Уже сейчас в гостиницах и отелях забронировано 90% номеров. Поручаю создать оперативный штаб в Сочи для координации работы всех служб, обеспечивающих работу в целом курорта Сочи. И возглавить штаб поручаю Алексеенко Андрею Анатольевичу. Как первый мы заместили. Все. И координация деятельности будет находиться под вашим контролем, что любые ситуации, которые будут возникать, они будут решаться именно на вашем уровне. Для всех отдых, для жителей края, для гостей со всей нашей огромной страны, для нас это огромная, такая кропотливая, ответственная работа. Ежедневная, ежечастная. До 20 декабря текущего года будет решен вопрос о командировании сводного отряда полиции в город Сочи. Численность имеется, и этот отряд полиции будет заниматься именно охраной общественного порядка в горном кластере и на территорию города Сочи. К наплыву посетителей во время новогодних каникул готовятся и медики. В прошлом году во время зимних праздников с различными травмами в больницы края обратились 9 тысяч человек. Да и скорую вызывают чаще. Но врачей врасплох не застать, заверил министр здравоохранения. Будут усилены бригады работы скорой помощи. Также мы знаем, какие бригады усиливать. То есть это ожоговые хирурги, это травматологи. То есть на праздничные дни будут усилены именно эти бригады. Чаще всего ожоги связаны с использованием пиротехники. Причины обычно две. Несоблюдение правил безопасности и плохое качество самих изделий. Вениамин Кондратьев дал указание департаменту потребительской сферы края проверить места продажи фейерверков. У каждого пиротехнического изделия должен быть сертификат. Вместе с этим пожарные службы региона готовы к горячим праздникам. Обращаю внимание всех коллег, в том числе муниципальных властей, на профилактику пожара в жилом секторе. При понижении температуры люди начинают максимально отапливаться. Не во всех домах исправны отопительные устройства, особенно в так называемых неблагополучных семьях. Где-то отключают газ за долги, где-то не до конца исправны дымоходы. Необходимо еще раз посетить такие дома и семьи с целью проверки использования отопительных систем и соблюдения правил пожарной безопасности. Ну вот здесь на самом деле она должна быть на особом контроле и с конкретными, по крайней мере, претензиями к лицам, которые где-то не дорабатывают. Как бы каждый хочет честно договориться по тем или иным моментам. Но здесь не нужно договариваться. Здесь вопрос только о следующем, что вы можете дать возможность что-то доделать и исправить. Все максимальное, что вы можете. А все остальное, если закрыть глаза, цена дорогая, человеческая жизнь. Особое внимание губернатор потребовал уделить перевозкам детей. В канун Нового года проходят праздничные елки. Школьников со всей Кубани будут привозить на выступления в Краснодар и другие крупные города. В полиции пообещали проверить техническое состояние автобусов, а водителей на знание правил перевозки маленьких путешественников. Те, кому останутся вопросы, на маршрут не выпустят. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар. В Сочи в ближайшие сутки ожидается усиление ветра. Местами порывы до 20 метров в секунду. На побережье ночью местами умеренный дождь со снегом, утром и днем дождь, местами сильный. В предгорьях и Красной Поляне снег, на дорогах, возможно, гололедится. Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют не выезжать на летней резине по возможности отказаться от личного транспорта. В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 112. Продолжаем. В связи с проведением командно-штабных учений 6 и 7 декабря в Сочи, сегодня состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством главы города. Подробнее Елена Овсецина. В учениях приняли участие одновременно 4 района курорта. По сценарию везде произошли крупные дорожно-транспортные происшествия. В центральном районе на Мамайском спуске перевернулось цистерна с мазутом, есть пострадавшие, соответственно. На дороге образовался затор машин. Была налажена пропускная способность автомобилей. Были расставлены необходимые дорожные знаки, так как на данном участке дороги велись аварийно-встретные работы. Работал один автомобиль, два члена экипажа. Также на месте происшествия работал один пожарный расчет. Проводили работы 4 человека, разматая руква в случае необходимости для того, чтобы залить пеной. Начальник управления гражданской обороны и защиты населения отмечает, все службы сработали слаженно. Первыми на месте оказались сотрудники скорой помощи, пожарные спасатели, представители дорожного управления для ликвидации последствий разлива топлива на федеральную трассу. Вот здесь на бумаге все гладко и вот в этой ситуации. Но если 6 тонн реально разольется, ситуация будет немножко другая. Я обращаю внимание на готовность именно тех сил и средств, о которых сейчас докладывал глава центрального района, и быть готовностью не только по учению работать, но и готовностью убирать большие объемы. В течение дня учения продолжались на других участках. Трудно в учении, легко всегда в бою. Надо отдать должное, что все наши службы должны работать в взаимодействии четко и правильно. Потому что, когда случается чрезвычайная ситуация, то многие люди, особенно которые попадают в эту чрезвычайную ситуацию, они, конечно, теряются. И поэтому очень важно, чтобы руководители структурных подразделений, служб, четко выполняли свои действия. Это первое. А для того, чтобы они выполняли эти действия, второе, надо знать, как их делать. А в третье, надо все-таки подучиться. В четверг будет проведен тщательный анализ командно-штабных учений. Штаб даст оценку и рекомендации по организации оперативной работы при чрезвычайной ситуации. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В администрации города состоялся круглый стол, посвященный туристическому потенциалу Сочи, как одной из принимающих сторон у Чемпионата мира по футболу. Участниками встречи стали представители иностранных туроператоров из Испании, Панамы и Коста-Рики. Каковы первые данные по формированию туристического потока и готов ли курорт к принятию зарубежных гостей? Расскажем в нашем следующем сюжете. До начала Чемпионата мира по футболу Ростуризм подготовил целый ряд информационных туров для иностранных операторов, чтобы рассказать о туристических возможностях, а также о специальных условиях и предложениях для болельщиков в городах, где пройдут матчи. Особое внимание Москве, Санкт-Петербургу и, конечно, Сочи. Организован информационный тур по объектам размещения, по возможностям формирования дополнительных сервисов для своих туристов. Экскурсионные маршруты, гостромические маршруты, этно-экологический туризм и прочие сопутствующие. Сегодня принимающие стороны вплотную занимаются вопросами встречи и размещения гостей. Одним из лидеров продаж туров на чемпионат в Сочи является Испания. По словам операторов этой страны, их граждан крайне заинтересовала туристическая база курорта. По предварительным данным, испанских туристов интересуют совершенно все категории предложений. От более дорогих с размещением в четырех и пятизвездочных отелях для корпоративных клиентов, до более дешевых для болельщиков, которые приедут в Россию в личном порядке. В Испании не очень много знаю про Сочи. И иногда даже думаю, что это просто один курорт и все. Вот как раз в этом моменте чемпионат мира. И масса коммуникаций будет приезжать. И очень много. Те, которые даже работают в туризме, они тоже занимаются спортом. Они тоже будут приезжать. И это просто, я думаю, что будет первый шаг, чтобы у нас просто поток испанцев приехал и тогда посмотрел в ваш край. Что касается иностранных гостей в целом, то условно их можно разделить на две категории. Первая – это организованные группы спортивных болельщиков, которые следуют на матчи в разные города за любимой командой. И класс зрителей, которые дают предпочтение не конкретной стране или городу, а интересуются непосредственно мировым событием. Это болельщики МАИС, те, которые ездят по миру, ездят со своими корпорациями. И это те люди, которые формируют мнение общественное. То есть те люди топ-менеджмент, МАИС-клиент, который, возвращаясь, он скажет на телевидении, он скажет своему другу в Англии, почему ты так пишешь, почему ты говоришь про наших фанатов. Все не так, расти гостеприимное. Подобные информационные туры в Сочи Ростуризм также организует и для других стран-участниц, которые, согласно жеребьевке, проведут игры группового этапа на стадионе «Фишт». Центр выдачи паспортов болельщиков Чемпионата мира по футболу откроется завтра в Сочи. Он будет располагаться в здании торгово-развлекательного центра «Море-мол». Гостем церемонии открытия станет посол Чемпионата мира 2018 от Сочи Сергей Матревели. Центры выдачи «Фан-Айди» откроются завтра одновременно в пяти городах Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Калининграде. Паспорт болельщика – это персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков, создаваемой для Чемпионата мира по футболу. Этот документ необходим всем зрителям, купившим входной билет на матч Мундиаля. Обязательное условие для получения паспорта болельщика – наличие билета на соревнования или документа, дающего право на получение билета. Более 1 миллиона 300 тысяч билетов на Чемпионат мира по футболу было запрошено за сутки. Интерес к турниру после проведения финальной жеребьевки только растет. Продажи на сайте FIFA возобновились 5 декабря и продлятся до полудня 31 января. В этот период болельщики смогут подать заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матча, открытия и финала. При этом не имеет значения, в какой день этого этапа подается заявка. У всех будут равные шансы на успех, независимо от даты подачи. Если количество заявок превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться посредством случайной жеребьевки. Большинство заявок было подано российскими болельщиками. Однако спрос со стороны зарубежных поклонников футбола также остается высоким и составляет 34% от запрошенных билетов. В этом отношении лидируют болельщики из Аргентины, Перу, Мексики, США, Колумбии, Бразилии, Марокко, Египта, Китая и Польши. В случае современной технологии помогают ловить должников прямо на дороге. Уже год судебные приставы работают с умным помощником – дорожным приставом. Что это за оборудование и насколько оно эффективно, расскажет Ольга Десятого. Судебный пристав вглядывается в монитор ноутбука. А теперь поиск должников на дороге выглядит именно так. А еще год назад в ходе рейдов приходилось останавливать каждый автомобиль и проверять его вручную на наличие неоплаченных квитанций по базе данных. Теперь это делает умный помощник – аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Специальная камера сканирует номера машин, которые двигаются в потоке и тут же пробивает их по базе. На все про все несколько секунд. В компьютер сливается база с злостными нарушителями, подсоединяется к камере и таким образом фотографируется госномера транспортного средства. Она буквально моментально срабатывает и выходит окошечко госномера транспортного средства и буквально 3-4 секунды даже не проходит. Если владелец машины имеет задолженность, система выводит данные должника на экран монитора. Инспекторы ГИБДД останавливают указанную машину, после чего судебные приставы прямо на месте начинают работать с должником. Хозяйка вот этого авто, доча этой женщины, оказалась крупной должницей. Можете ей набрать? Я ее могу набрать. У нее просто здесь кредитные платежи на общую сумму 274 тысячи. Владелица машины лишится на какое-то время возможности сесть за руль своего авто. Судебные приставы забирают автомобиль. У должника есть 10 дней, чтобы расплатиться по счетам. В противном случае его продадут в счет погашения долга. Мы выявляем именно отдел по взысканию административных штрафов по городу Сочи, выявляем на задолженность именно штрафов ГИБДД. Дальше сотрудниками других отделов судебных приставов также выявляется задолженность по кредитам, по алиментам, задолженность по ВД-каналу и других ЖК УСУ. После встречи с судебными приставами на дороге должники оплачивают квитанции гораздо охотнее. Ну а сам дорожный пристав за год работы доказал свою эффективность. Данный аппаратно-программный комплекс закуплен администрацией города, находится на балансе МКУ управления автомобильных дорог. При осуществлении рейдов судебные приставы обращаются к нам. Мы им выдаем на период осуществления рейда данный дорожный пристав. И также после окончания рейда они его нам возвращают. Количество подобных рейдов до конца года будет увеличено, чтобы в Новый год сочинцы вступили без долгов и ненужных проблем. К слову, дорожного пристава автомобилисты могут встретить в любом уголке курорта. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». 7 по 10 декабря в Сочи пройдет форум по профилактике вредных зависимостей, здоровому образу жизни и военно-патриотическому воспитанию в молодежной среде. Участниками станут студенты вузов и колледжей города. Программа форума невероятно насыщена. Участников ожидают тренинги на лидерство, команда образования, личностный рост, интереснейшие эксперименты по здоровому образу жизни, круглые столы на тему профилактики наркомании и экстремизма, встреча с ветераном афганской войны Робертом Мавяном, а также тест по истории Отечества, киносеансы и творческие вечера, выступления театра импровизации и рок-группы. Кроме того, в рамках форума участники пройдут настоящую военизированную полосу препятствий, поучаствуют в тематическом квесте и мастер-классе бойцов Росгвардии. Маловесный ребенок выхожен в перинатальном центре Сочи. Малышка родилась с массой всего 520 граммов. Всего за пять лет в Сочи спасли 170 таких детей. Когда малыш появляется на свет массой меньше килограмма, это уже экстремально низкое значение. Чтобы сохранить жизнь таким детям, нужны высококвалифицированные врачи и самое современное оборудование. Все это есть в арсенале сочинской медицины. Первый час жизни таких детей самый важный. Врачи отслеживают все жизненные показатели ребенка, вводят препараты, помогающие дышать. Мамы обязательно принимают участие в уходе за малышами, ведь контакт необходим крохе. Когда мама не может находиться рядом, применяется специальное приспособление, имитирующее ее руки, теплое и пропитанное ее запахом, которому неравнодушен ребенок. В Сочинском перинатальном центре используется метод «Кенгуру», который в России не только признан, но и рекомендован в официальных документах для использования в работе. В городе Кстова Нижегородской области прошел Кубок России по самбо среди мужчин и женщин. Спортсмены сочинского «Динамо» опять на высоте. В весовой категории 56 килограмм. Спортсменка и тренер спортшколы номер 10 Кристина Корикян уверенно завоевала золотую медаль и стала обладательницей Кубка России. Тренер спортсменки Сергей Дубровский на чем счету уже не одна золотая медаль крупного турнира. Напомним, что до этого Кристина стала чемпионкой Краснодарского края по самбо, а в эти дни готовится выступить на Кубке России подзюдо в Брянске. Также в нелегких схватках бронзовую медаль Кубка России по боевому самбо завоевал спортсмен сочинского общества «Динамо» мастер спорта России Тимур Халайджан. Также неоднократный победитель и призер крупных международных и российских турниров по боевому разделу национального единоборства. С победой на Кубке спортсменов поздравило руководство сочинского «Динамо» и федерация дзюдо и самбо-курорта. На прошедшем на днях Кубке России по борьбе самбо воспитанница детско-юношеской спортивной школы номер 10 Корикян Крестила завоевала победу в очень тяжелых поединках с соперницами, которые являются мастерами спорта международного класса и попала в сборную для участия в Кубке мира по самбо. Все новости уже на нашем сайте fkt.com В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.